В Москве за две недели скрытые патрули ГИБДД выявили около 5000 грубых нарушений правил. Таким образом, говорят эксперты, новая практика доказала свою эффективность. Сейчас метод внедряется и в других крупных городах. Из Ярославля репортаж Андрея Кузнецова. Эти кадры снял скрытый патруль ГИБДД в Ярославле. Водитель белой иномарки без номеров явно не желает общаться с сотрудниками полиции. Не остановилась машина без госномерных знаков. Ауди с белого цветом. Наконец, владелец машины, видимо, решив, что оторвался от погони, останавливается. Уже в дежурной части выяснилось, у него несколько неоплаченных штрафов. Авто почти год не стоит на учете. Возможно, остановили. Я не заметил, что меня тормозили. Ну, там, по-моему, без номеров ехали. Да, да. Думаю, там, может быть, штраф будет 5000. Ярославский автоинспектор использует новый метод в борьбе за порядок на дорогах. Днем и ночью по городу курсируют несколько экипажей, ведущих скрытые наблюдения. Причем на задание выезжают и новенькие иномарки, которые есть в автопарке ГИБДД, и поддержаны отечественные легковушки. Главное требование к авто — не выделяться в общем потоке. Скрытое патрулирование проводится на обычном автомобиле без спецномеров и проблесковых маячков. В салоне двое сотрудников ДПС, камера. Информацию о нарушениях они передают ближайшему дежурному экипажу. Можно рассмотреть, в том числе и номерные знаки автомобиля на удалении. Старший лейтенант Вадим Стариков вместе с напарником сегодня патрулирует одну из самых аварийно-опасных улиц города — Московский проспект. Первое нарушение полицейские замечают уже через несколько минут работы. После их сообщения инспектор на дороге останавливает ладу с неразличимыми под слоем грязи номерами. Вот она перестраивалась. Номер сзади вообще не видно. Водителя ждет штраф в 500 рублей. Сам он так и не понял, почему полицейский за несколько сотен метров увидел именно его машину. Скрытое патрулирование ведется. Вы в курсе в городе? А сами как к этому относятся? С одной стороны, правильно. Впрочем, далеко не все так спокойно относятся к скрытому наблюдению. Другой экипаж в центре города несколько минут снимает водителя, разговаривающего по телефону. Когда же в соседнем квартале его останавливают, тот едва не бросается в драку. Скажите, пусть он снимает по-хорошему пока. Вот по телефону, давай, наоборот. Вот номер твоей машины. Согласно внутренней инструкции, патрулирование, хоть и скрытое, должны вести сотрудники в форме. Ведь чаще всего остановленный по сигналу такого патруля водитель требует доказательств. И тут уже не просто случайный водитель показывает видео. Инспектор при исполнении, хоть и на машине без мигалки. Он просит, да, чтобы подъехали, показали, где и что он нарушил. Ну, это нормальная человеческая реакция. Подъезжаем, показываем. После этого обычно в процентах 90-95 случаев водители соглашаются с предъявленным нарушением. Такие патрули уже выявили в Ярославле сотни нарушений правил дорожного движения. В ближайшее время в ГИБДД планируют подключить к новой форме работы еще несколько экипажей. И автомобили, из которых ведется скрытое наблюдение, появятся не только в областном центре, но и на загородных трассах. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков. Первый канал. Ярославль.